Он идет, газетку так несет, а горилла его ва-бац, обняла и обземлю. Дышь, 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 капец. Только шмотки остались. Смотрим, вот она кушает, кушает. Мы посолили это очень супер-супер соленой. Она сразу решила все выпить. О, боже мой, как солено. Мы целую... О, она даже начала рыгать. И всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дмитр Розе. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Scary Stranger. А также будем продолжать играть в игру под названием Scary Teacher. Сегодня у нас будет хоррор-баттл между этими двумя играми. За большой промежуток времени они успели поменяться. Я еще давным-давно снимал хоррор-баттл по таким играм, но они успели у нас измениться. Поэтому давайте будем начинать. Перед началом видео вы, как всегда, можете подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий. Ссылочка на плейлист игры, на игру, на дискорд-сервер и на донатик, каково есть желание и возможность. Поддержать меня лично. Донатикам буду всегда очень благодарен. Давайте будем начинать. Ну и также по ходу видео будет кодовое слово. За написание которого в комментариях вы от меня получите сердечко. Вот такая вот тут у нас менюшечка. Scary Stranger интересненькая такая вы можете посмотреть. Такая вот интересненькая. Давайте заглянем в магазинчик. И купим один или даже два энергетика, чтобы мы могли их применить. Ну а вот такая вот превьюшка у игры. Точнее не превьюшка, а менюшка у игры Scary Teacher. Тут помимо магазина есть у нас, значит, колесо фортуны. Есть также Wack the Teacher. Это у нас такой мини-игра, что ли, где можно ударять, избивать училку, что типа того. И можно крутить вот колесо фортуны. Но это все потом. Нажимаем Play. Выбираем самый первый у нас Adventure. Adventure, значит, самые первые уровни. Выбираем первый. Вот этот вот Firework какой-то у него, да. Так, 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 так. Вот наш первый уровень начинается. The Stranger is about to have a good time. Да. Начинаем. Тут у нас такая вот предыстория. Немного подлагнула. Опа, у меня залагало. И что мне делать? Все, разлагало вроде. Что-то какие-то эти игры не оптимизированы почему-то от создателей Scary Teacher. Ну да ладно. Так, у нас началась игра. Вот наш первый уровень. Давайте для начала посмотрим на домик нашего Scary Stranger. Вот такой вот огромнейший домик. У него фонтаны. Всякие приколюшки. Нам надо взять вот эту вот какую-то динамит. Ничего себе и подложить, походу, даже в камин нашему любимому Stranger, нашему соседу. Подложили. Потом надо что ли мясо? Make sure. Ага, надо замаскировать, конечно же. Конечно же, надо это все наверняка замаскировать. Или что? Да, замаскировали. Run before the Stranger comes. Короче, сейчас наш Stranger сюда придет. Stranger сейчас придет и по шапке нам надает. Вот мы ушли. Смотрим концовочку. Так, вот он идет. Смотрит, что у него там в гриле. Так, что-то там говорит. Надо сейчас зажечь. Будем разжигать для курочки моей. Бац! И врезался. Еще и ветка ему по голове дала. У него звездочки. Еще и гнездо. Да, е-мое. Вот это, конечно, невезучий день. Так, первый уровень мы прошли. Ведь сейчас мы будем, значит, играть. Первые три уровня пройдем. И посмотрим, как нас училка будет ловить все дела. Все такие самые простенькие делишки. Значит, первый уровень это у нас с капканчиком. Finn. Mousetrap and place in on the table. Значит, найди ловушку для мышей, мышеловку и поставь на стол. Так, училочка у нас, значит, проснулась. Кстати, здесь предыстории намного круче, чем в новых уровнях. Они почему-то в новых уровнях какие-то некачественные. Но это еще не странно. Почему? Потому что у нас чем больше уровней, тем больше мегабайтов. Я не знаю, почему же разработчики тогда не сделают вторую часть этой училки, где будут еще дополнительные уровни, чтобы все было качественно. Вот этого я, честно говоря, понять не могу. Значит, у нас находится вот этот вот мышиная ловушка, либо же мышеловка, мышиный капкан. Он у нас находится в этом шкафу. Кто не знает, вот он здесь. Его надо положить на стол. Place mousetrap over the table. The table. Опа. Teddy room. Опа. Kitchen. Опа. Да тут уже все подписано, оказывается. Много комнат здесь уже подписаны. То ли это в предыстории, то ли в новом обновлении. То я еще думал, почему же у меня училка так долго скачивается. Очень удивительно. Наверное, какое-то обновление у нас здесь вышло. И комнаты теперь подписаны. Вот такой вот дом, кстати, у училочки. Можете сравнить с нашим Scary Stranger. Смотрим, значит, на концовочку интересную. Такую интересную концовочку. Какая у нас будет здесь концовка смешная. Сейчас вы все увидите, дамы и господа. Сейчас мы все увидим. Вот она здесь идет. Вот она идет. Опа. А меня нету за стеклом. Нет за дверью, к сожалению. Она, значит, идет. Садится за стол. Поднимает газету. А там оказалась мышеловочка. Так. Вот она дует на свои распухшие красные пальцы. Но ей ничего не помогает. Уровень пройден. Next. Next уровень у нас идет. Это уже так. Я хочу отказаться от этого. Как мне отказаться от этого предложения? Все. Отказались мы. Дальше у нас идет уровень с гориллой. Если я не ошибаюсь. Смотрим предысторию. Вот он подходит к своей горилле. Ты такая тупая. Животное. Хочешь газетку? На тебе. Горилла злится. Прям настоящий Кинг-Конг. Он в нем и пирогами, и тарелками по голове дает. Вырубил ее. Бедная, бедная горилла. Set the gorilla free. Сделайте, значит, освободите гориллу. Наверное, как-то так-то должно звучать. Мы сейчас возьмем ключик. Так. Подойдем к ней. Она меня не поймает? Нет. Она добренькая, к счастью. К счастью, она у нас добренькая, горилла. Так. Run before the stranger comes. Короче, у нас такие вот пока что маленькие уровни. Опа. Идет stranger за нами. О, гонится. Давайте посмотрим, как он за нами гонится. Вот таким вот образом. Вот так вот он гонится. Так он останавливается возле своей калиточки. Так вот он выглядит. Так мы его можем прижать калиткой. И мы, в принципе, ушли. Локация у нас так вот выглядит. Эти домики, все дела. Выглядит это все у нас таким вот образом. Образом, образом. Это все так выглядит. Давайте посмотрим, как он туда подойдет, к этой горилле даже. Ничего себе, что сейчас произойдет? Он идет, газетку так несет. А горилла его, бац, обняла и об землю. Дышь, дышь, дышь. Капец. Только шмотки остались. Он в трусиках и в мальчики пошел. И вот такая вот крутая у нас горилла. Опа. Какой-то подарок у нас. Мистери, мистери. Я люблю зеленый цвет. Давайте зеленую откроем. Бац. Сколько монет. Не указывает нам игра. Так, еще какой цвет. Вот розовый меня привлекает. Внимание. Опять монет. Ну и давайте. Ага, это все. 25 плюс 25. Это у нас 50 монет. Потому что довольно-таки неплохой результат. Можно переходить к следующему. Next. And sell to miss her breakfast. Значит, и испорть. И тут даже не and, тут add. Sell to miss her breakfast. Значит, она тут решила себе какую-то кашу. Кашу приготовить. Там, наверное, с фруктиками. С какими-то такими. С молочком. Вкусненькая такая утренняя каша. И нам ее надо испортить. Или это даже, возможно, даже хлопья какие-то. Давайте сейчас будем портить ей. Будем портить ей все ее делишки коварные. Тут у нас нету, к сожалению. Тут у нас ключа. Но зато мы можем залезать через окна. Мы же нышпарки такие. Нышпарки. И нам нужно испортить этот ее вкуснейший-вкуснейший завтрак. Испортили. И можно убегать. Правда, непонятно куда. Ведь тут у нас все везде закрыто, походу. И мне наверняка надо сбегать через окно. Но мы даже можем вот так вот одним глазком поглядывать, откуда она пойдет. И куда она сейчас придет. Вот таким вот одним глазком будем поглядывать. А вот она здесь. Смотри-ка. Пошла. И смотрим. Вот она кушает. Кушает. Мы посолили. Это очень супер-супер соленое. Она сразу решила все выпить. О, боже мой, как солено. Мы целую. О, она даже начала рыгать. Фу, училка. Как ты могла. Как ты могла. Может, у нее непереносимость этой соли. Не знаю. Двигаемся дальше. Третий уровень мы тоже пройдем. Нам тут предлагают. Мы откажемся. Мы откажемся от этого. Наверное, когда идет загрузка, нам это предлагают. И потом мы уже сможем отказаться. Да? Все. No thanks. Начинаем. Значит, уровень номер три. С чем этот уровень у нас связан? С птичками. С тем, что наш любимый Стрэнджер Зомбарин какой-то даже такой зеленый. Решил, значит, погулять. Позагорать на своем лежачке, отдохнуть. Вот так вот он уснул. И мы должны ему этот сон немножечко, немножечко, немножечко самую малость испортить. Так, заходим на его территорию. На его территорию этого домика. А где же расположен этот гамак? Что-то очень непонятное. Где-то гамак у нас там вдали, наверное. Вдали, вдали. Берем лом. Так вот он выглядит. Такая же текстурка, как и Скэрри Тичер. Вижу, там уже Стрэнджер идет. Поэтому мы пойдем в другую сторону, чтобы он нас не заподозрил, не поймал. Я могу также пополнить свой запас энергетиком. Так, и где? И где мои энергетики? Где мои эти самые предметы? Ага, вот здесь я помню. Все, у меня целых три таких энергетика. Мы немножечко подбавим себе, точнее, добавим немножечко себе энергии, чтобы можно было быстрее передбегаться. Попрыгали сюда. И смотрим, где же там гамак надо ему испортить. А эти домики у них очень довольно-таки похожи. Почти что локация одна и та же. Но мне кажется, у Стрэнджера все же как-то побогаче будет. Правда? Оно как-то все у него более дорого-богато сделано. Что нам надо применить для этого гамака? Что-то пока что очень непонятно. Что надо именно применить? Применить, применить, применить что-то непонятное. Наверное, я могу взять вот этот вот. Так, это я выброшу. Наверное, надо сахар взять. Вот. And item on хамак. Значит, надо это все... Так, это надо все, значит, замаскировать. Run before the stranger идет. Короче, Стрэнджер сюда сейчас придет. И нам нужно, конечно же, от него убежать. Ну и напоследок я бы хотел также посмотреть, как этот Стрэнджер нас поймает на концовочку этого хоррор батла. Конечно же, не сейчас, а немножечко попозже. Вот он бежит за нами. Такой устрашающий звук, как будто где-то сиреноголовый вышел прогуляться, да? Мы можем сейчас выйти наружу, выйти наружу. Вот этот Стрэнджер тут гонит, согнался на фоне своего этого дома. Можно даже на превьюшку как-то взять его. И он потихоньку себе уходит. И мы ждем, когда этот уровень уже закончится. И будем смотреть, как он нас будет ловить, этот страшный, страшный... Как-то его зовут Стрэнджер. Это же странный, странный, наверное, какой-то странный человек, да? Странный сосед. Стрэнджер. Какой-то непонятный, то ли незнакомец, то ли что. Что-то типа того. Так, ну и мы ждем. Мы ждем, мы ждем, мы ждем. Можно присесть, можно подпрыгнуть немножечко. Но эти две игры очень похожи между собой, я вам скажу. Скори Тичер и Скори Стрэнджер. Напишите, какая вам игра больше нравится. Мне, конечно же, по душе больше Скори Тичер. Она как-то уже более привыкнув я к ней. Можно выключить фонтан, можно включить, ничего себе. Конечно же, с фонтаном более покрасивше. Ну что, Скори Стрэнджер, где ты там? Скори Стрэнджер туда пошел. Пошел, пошел, пошел. Уже доходит, наверное, к гамачку своему любимому. Я тут могу на качельку твою залезть. Опа. А, не могу. К сожалению, не могу. Я залезть на качель. Что-то он очень долго идет. Очень долго туда идет. Свои эти... Шевелит свои ласки. Да? Или что там у него? Так. Вот он отдыхает. И сейчас птички. Или что там идет? Это муравьи. Они же любят сахар. Они его обожают. И сейчас будет мемчик. Да, мемасик? Устаревший уже, но все же культовый. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пара-пара-па-па-па-па-па. И все. И в гробике, наверное, Скэри Стрэнджера туда куда-то унесли. Точно. Нам даже показали. Капец. И на такой вот нотке мы будем, в принципе, думаю, завершать этот уровень. Следующий уровень. Уровень номер три. Значит, она смотрит там какую-то свою любимую передачу. И нам нужно, конечно же, испортить эту передачу. Каким образом? Наверное, разбитие телевизора. Я так себе подозреваю, что нам нужно именно его разбить. Тут теперь все комнаты подписаны. Это даже, конечно, это даже лучше, потому что я помню, что в старой версии этого не было. И многие путали, путали комнатки. Так, училка поднимается. Она уже поднялась. Геймрум. Это не то. Нам надо ТВ-рум. ТВ-рум. Тут у нас БСМН. Это у нас, походу, подвальчик. Да? Или погреб. ТВ-рум. Вот она здесь. Смотрим. Берем, значит, Кроубар. Разбиваем телевизор. Испортили ей телевизор. Испортили ей просмотр шоу. Там все пошипело. Даже можно вот так вот выглядывать. Смотреть, как она там, этот телевизор будет чинить. Или какая вообще реакция ее будет. Вот она спускается. Ничего себе. Конечно, мы нынешмарки следим. Следим. Прям на высшем уровне. У нас слежка за училкой. Слежка за училкой. Идет. Телевизор прям током бьет, как будто. Прям током бьет. Жестяр. Вот она заходит. И вот мы смотрим, что уже произойдет дальше. Что же... Опа. А училка нас-то заметила. Вот что произошло дальше. Ничего себе, конечно. У нее зоркий глаз. Но зато мы посмотрим, какие тут у нее есть еще владения ее любимые. Она сюда даже бежит. Училка. Тебе не лень сюда бежать. Тебе не лень сюда бежать. Ты серьезно. Она реально... Она бежит сюда даже. И обходит назад. Это же стяра. Училка. Ты чего? Ей не лень бежать эту всю дистанцию. Ничего себе, конечно. Она, конечно, очень жесткая, наверное. Надо все же бежать из ее дома. И не смотреть даже, как она там... Что она делает. Сейчас мы будем ждать очень-очень долго. Очень-очень нудно. Ну что ж, не сделаешь ради такого прохождения. А если я уйду? Она там не засчитает мне игра? Что там типа не ускорит время? Походу нет. Где наш домик? Это, походу, наш дом такой немного некрасивый. Да? Такие текстуры у него непонятные. Или это мы просто здесь гуляем? Наверное, мы просто гуляем. Училки тут самый огромный участок, где могут поместиться раз, два, три дома. Даже четыре. Четыре дома могут вместиться на ее участке. У нее огромный свой один дом. Один дом. И она одна дома. Да? Одна в доме. Вот такой вот. Ну, научила, научила. Можно сказать, на такой дом научила. Ух, научила, так научила. Так, и что же? Смотрим ее реакцию на разломанный телевизор. Она идет туда или не идет? Она идет или не идет? Что-то очень странно. Она решила передохнуть на диване или нет? Что-то как-то у нее траектория очень странно работает. Что-то она там ходит, бродит. Непонятно, что мутит, крутит. Очень все непонятно. Очень все непонятно. Тут дерево. Такое прикольное. Деревья тут реально классные. Вот деревья мне нравятся. Текстурки, как сделаны разработчиками. Прикольно. Боже мой! Кто испортил мне? Мое любимое шоу. О, нет. Она начала плакать. И все. Так, давайте еще раз переиграем. И посмотрим, как же нас этот незнакомец поймает. И на этом будем, в принципе, завершать наш хоррор батл. Вот. Потихонечку. Конечно же, я не знаю, там будет ли Скорритичер после этого. Еще там какой-то моментик из Скорритичер. Либо же будет сейчас и Скоррит Стрэнджер. Мы это сейчас все посмотрим. Вот. Ну, а Скоррит Стрэнджером мы будем прощаться и переходить либо же уже к следующей игре, либо же будем прощаться вместе с вами. Вместе с вами будем мы наверняка прощаться. Так. Вот он, Скоррит Стрэнджер. Как он меня поймает? Смотри. Дышь. Разработчики тупо взяли кадр. Как будто непонятно, почему мы в доме очутились. Как будто одну анимацию для всех его вот этих вот ловилочек. На этом все. Мы двигаемся к Скорритичер и будем уже завершать наш хоррор батл. Поехали. Давайте сейчас мы нажмем Реплей. Реплей. И посмотрим, значит, как нас училочка ловит. Как нас ловит наша любимая училка Мисс Ти. Значит, тут предыстория идет. К сожалению, ее промотать нельзя. Такой функции разработчик не добавил. Тут предысторий маленький, поэтому мы можем вот так вот свободно опять же подойти. Где там училка? На каком она этаже? Интересно. Сразу же в эту комнату я захожу. Можно было даже еще быстрее пройти этот уровень, но я почему-то затупил. Привет! Привет, училка! Взяла нас души! Душит училка! И задушила. Что же, мы, к сожалению, провалили этот пранк. На этом все. Вот такой вот получился хоррор батл. Пишите свои мнения в комментарии. С вами был я, Дмитрий Роза. Ссылочка на плейлист игры, на игру, на дискорд сервер и на донатик, у кого есть желание и возможность поддержать меня. Донатиком буду всегда благодарен. Донатеры большие молодцы. Я их люблю и уважаю. Увидимся в следующем видеоролике. Всем удачи, всем пока-пока!